МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Материнский капитал – это те деньги, которые в семьи приходят неожиданно, и потом начинается головная боль, как их использовать. И большинство людей выбирает такой вариант, как бы направлять эти средства именно на улучшение жилищных условий. Здесь имеется два варианта. Первый вариант – это когда такое решение осчисляется за счет приобретения жилья или увеличения площади с привлечением кредитных ресурсов или за счет собственных средств. Когда граждане приобретают жилье за счет кредитных ресурсов, то до 1 июня они имели право направлять денежные средства на погашение кредитов, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка. Но здесь не было возможности уплачивать им первый износ. То есть те кредиты, которые были взяты до рождения второго ребенка, да, вот их можно было погашать сразу с момента получения сертификата на материнский семейный капитал. Сегодня сняты от ограничений, поэтому за счет привлечения кредитных ресурсов улучшать жилищные условия можно, и пользуясь правом первого взноса на предоставление этого при получении потечного кредитования. Ну и потом впоследствии можно гасить и проценты, и сам потечный кредит. А если семья хочет улучшить жилищные условия именно только за счет собственных средствами, с привлечением средств материнского семейного капитала, то здесь надо ждать достижения вторым ребенком или последующим, по которому получен сертификат возраста трех лет. В связи с этими изменениями придется ли копаться в каких-то дополнительных бумажках, разбираться, что, как, чтобы сделать этот шаг верно? Вообще использование средств по материнским семейным капиталу настолько упрощенный вариант. И тем не менее вопросов у всех миллион. Все между собой о чем-то советуются, вместо того, чтобы зайти на официальный сайт и все-таки задать конкретный вопрос. Ну это все правильно, то есть человеку надо не полениться, ну или прийти в пенсионный фонд и взять консультацию, или зайти на наш сайт, или поднять закон о средствах материнского семейного капитала. В принципе там сложностей никаких нет. То есть, чтобы оформить кредит, просто надо знать условия. Если ипотека, значит, не дожидаясь трехлетнего возраста, можно использовать. Если без привлечения кредитных ресурсов, то надо ждать трехлетнего возраста ребенка. Больше там никаких ограничений нет. Ну и, соответственно, при наличии договора, что все были оформлены правильно и так далее. То есть это проверяется нашими специалистами очень быстро. Еще один очень важный вопрос сейчас задают себе пенсионеры. Все разъехались по дачам, а пенсию хочется получать вовремя и, главное, удобно. Что вы посоветуете в этом случае? Здесь могу посоветовать только одно. Значит, не тушеваться, не переживать. То есть пенсионеры, у которых есть денежные средства, они могут, допустим, летний сезон прожить без получения пенсии, не обращаясь в почтовое отделение или не дожидаясь почтальона. Страшного ничего нет. То есть при возвращении мы им пенсию оплатим, вернее, перечислим за все прошедшее время. Но не более, чем за шесть месяцев. Знаешь, что пенсионеры живут от пенсии до пенсии, каждую копеечку. То внуки приехали, надо чем-нибудь угостить. Давайте вот по-человечески будем все-таки думать. Когда внуки приехали, тут понятно. То есть это она на месте, то есть там у нее уже отлаженный механизм и так далее. Это другой вопрос, когда бабушка едет уже к своим внукам. То есть покидает свое постоянное место жительства. Может ли за ней поехать пенсия, скажем так? Да, за ней поехать пенсия может. Только ей надо предварительно прийти в территориальный орган пенсионного фонда или многофункциональный центр по месту жительства и написать соответствующее заявление, на какое почтовое отделение или по какому адресу доставлять ей пенсию. Это нужно заранее делать? Это надо перед отъездом, да, заранее нам это заявление подать. Можно ли перечислять на карточку куда-то? Если, например, в населенном пункте действительно кроме маленького магазинчика больше и нет ничего. Да и, собственно, бабушке кроме огорода, опять же, тоже ничего не нужно. По карте получать сложно, потому что большинство от уезжает в деревни. А в деревнях, как правило, банкоматов нет. То самый удобный вид получения пенсии, я считаю, это... Из рук в руки. ...через почтовое отделение. Да, когда почтальон привезет в определенную дату вам эту пенсию. Очень много все-таки изменений с 1 июня. Они касаются абсолютно всех сфер. Возможно, у вас тоже есть что-то, о чем телезрители должны знать. Возвращаясь к материнскому семейному капиталу, хочу обратить внимание на то, что мы с мая месяца уже приступили к приему заявлений о выплате 20 тысяч рублей на повседневные нужные семьи. И сегодня мы уже получили более 4,5 тысяч заявлений на получение этих денежных средств. Для этого гражданин приходит в территориальный орган пенсионного фонда или в многофункциональный центр, имеет при себе паспорт, номер и дату сертификата на семейный материнский капитал и страховое свидетельство, и заполняет соответствующие заявления. Когда приходят к нам, мы эти документы принимаем сразу. Когда он через многофункциональный центр это делает, потом нам многофункциональный центр их передает по электронной почте. И в течение двух месяцев мы направляем эти денежные средства на тот счет, который будет указан гражданином в заявлении на выплату этих денег. Только хочу обратить внимание владельцев этих денег на то, что у нас сегодня есть граждане, которые частично использовали уже средства материнского капитала. И у некоторых денег осталось менее чем 20 тысяч на их счете. Поэтому заявление надо писать только в объеме той суммы, которая осталась у них неиспользованной. Вы постоянно общаетесь с населением, а мы общаемся с вами, и в каждую встречу задаем такой вопрос, какие самые актуальные проблемы есть у людей, с чем они обращаются к вам? Претензий к работе пенсионного фонда практически нет. У большинства пенсионеров один вопрос. Или почему у меня маленькая пенсия, или когда будет очередное повышение пенсии. Ну, здесь хочу только пояснить одно, что размер пенсии зависит не от желания пенсионного фонда, он зависит чисто от результатов труда, то есть какой заработок получал гражданин в течение своей трудовой деятельности, и какой у него трудовой стаж. У нас с 2002 года мы учитываем только те страховые взносы, которые начисляет работодатель за того или иного гражданина. Соответственно, вот эти параметры и влияют на размер пенсии. Ну, а что касается повышения очередного или ближайшего, то могу отметить, что ближайшее повышение пенсии будет с 1 августа только для тех пенсионеров, которые в прошлом году осуществляли трудовую деятельность, то есть работающим пенсионерам. У нас их на сегодняшний день более 94 тысяч человек из 386 тысяч. Но хочу отметить, что по статистике количество работающих пенсионеров в Рязанской области меньше, чем в какой-либо другом регионе центрального округа. А это о чем говорит? Это говорит о том, или наши люди хорошо живут, или наоборот. Или их не берут на работу. Или наоборот. Вот тут хочу сразу спросить. Вы же способствуете тому, чтобы их, в принципе, обучить чему-то новому, взять хотя бы те же компьютерные курсы. Когда кругом компьютеризация, и бабушка действительно обладает этими навыками, естественно, ее в первую очередь возьмут на работу. У вас следующий курс уже набирается? Ну, действительно, мы уже два года проводили курсы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности через Союз пенсионеров России. Хотя делали эту учебу на площадке именно нашего отделения. У нас есть методический кабинет. Там у нас почти, не почти, а 17 компьютизированных рабочих мест. Интернет подведен. Потом там очень удобно обучать, и мы бесплатно пенсионеров обучали. Выпустили уже более 70, даже более 90 слушателей за эти два года. И хочу сказать, активность очень большая. Но здесь основная цель пенсионеров, которые к нам приходят, просто научиться не для того, чтобы где-то работать. Общаться хотя бы с внуками на расстоянии. Понимать, что это такое, и хотя бы научиться пользоваться скайпом и видя своих родственников, которые или в каких-то других городах, внуков, и пообщаться с ними. И написать, соответственно, письмо подружке. Они же в одноклассники заходят и в другие социальные сети. Вот нам они выражали желание, чтобы еще и курсы английского были. Рассматриваете такое предложение? Оно уже осуществлено. А уже есть. Вот сейчас такой немножко грустный вопрос. О своей будущей пенсии хочу спросить, и моих коллег в том числе. Очень грустно, когда вы говорите, вот по результатам работы. Работаем все много, а зарплату получаем одну часть белая, вторая часть как придется. Что делать с этой проблемой? Она есть, наверное, почти везде. Я как чиновник могу только что сказать, что никогда не нужно соглашаться на третье зарплаты. То есть брать только зарплату в полном объеме. Соглашаться только на такие условия. Если стоять на точке зрения, что государство каким-то образом будет бороться. Да, мы боремся с этой проблемой. То есть есть у нас сигнал, есть у нас и выходы на проверки. Но очень сложно найти вот эту вторую черную бухгалтерию на предприятии, потому что она нигде не отражается. И здесь мы материалы передаем в наши силовые ведомства, которые косвенными путями, через свидетельские показания, еще через какие-то, могут принять какие-то определенные меры. Какие изменения будут потом, когда все действительно выясняется и доказано уже? Преследование уголовное или административное руководство данного предприятия. Что касается моего гражданина, то здесь мы ничего уже не поменяем, потому что официальная зарплата прошла. Официальный страховой взнос начислено, перечислено в пенсионный фонд. Это уже хорошо. А то некоторые просто начисляют и не перечисляют средства в пенсионный фонд. И они остаются в задолженности. К сожалению, у нас и такая проблема есть сегодня. А непоступившие взносы, они в конечном итоге будут влиять и на размер будущей пенсии. Давайте напомним ваш сайт, какой-то, может быть, телефон горячей линии, по которому можно все узнать. www.pfrf.ru У нас есть так называемый отдел по обращению граждан. Там работает телефон горячей линии 34-63-88. Спасибо за эти 10 минут. А вы не бойтесь бороться за свои права. Заходите и на сайт Пенсионного фонда, и на наш сайт, чтобы пересмотреть все сегодняшние советы. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова